Всем привет! Спешу вам сообщить неприятные известия. Вот уже почти месяц сервер World Empire не подает признаков работоспособности, а это в свою очередь не дает возможность использования замечательной программы Free Farsight. Дело в том, что обновления этой программы активно выходили на период дополнения варлорда Дренора, а дальше разработчики просто забили на развитие данного софта. В связи с тем, что почти все сервера Дренора перешли на клиента Легиона, использование Free Farsight стало невозможным. Ребят, если вы знаете какие-либо сервера Дренора с рейтами хотя бы X10, обязательно скиньте ссылку. Лично я за последнюю неделю не смог найти подходящего сервера. А без этой программы многие крутые сцены я попросту не смогу сделать. Существует пара версий Free Farsight на клиент Пандарии, но и здесь все не слава богу. Так как программа работает только на 32-битной версии, и многие сервера, которые я нашел, просто не поддерживают ее, даже с редактированием .exe файла. К примеру, на WhatEmpire, чтобы запустить программу, нужно было переименовать файл WoW32.exe в просто WoW.exe, либо сделать копию файла с таким же названием. Эту информацию я даю на случай того, если все же WhatEmpire заработает, или же вам удастся найти ему альтернативу. Да, и обратите внимание на версии, они должны быть совершенно одинаковы. Недавно я слышал новости о похожем софте на Легион, однако проект еще находится в стадии разработки. Но еще не все потеряно, благо существует старый аналог Free Farsight в WoW машине Matul, о котором я вам сейчас и расскажу. Последняя версия была выпущена на Cataclysm, что в принципе дает нам возможность снимать старый контент, правда с непереработанными моделями и меньшим разрешением. Скачиваем по ссылке в описании RAR файл с версиями для Лича и Каты, запускаем игру, запускаем exe файл 4.3.4 и начинаем разбираться. Итак, находясь во вкладке камера, нажимаем toggle Spectate Mode, и видим, что камера от персонажа отвязалась, теперь мы можем улететь в любую точку материка. В определенном радиусе от персонажа существует зона загрузки мобов и NPC, поэтому когда мы ее покидаем, все существа исчезают из поля зрения, в том числе и игроки. Это очень удобно, когда нужно снять пустую локацию или подобрать фон для машинема сцены, на которой никто не будет маячить сзади. Кнопка Set Spectate Speed увеличивает скорость полета. В появившемся окне просто вбиваем нужную вам скорость. Во Free Farsight минимальный порог был 0,1, что давал возможность снимать медленное приближение или отдаление от цели. В машине Matul такие сцены снять не получится, так как порог равен единице. Кнопка Toggle Camera Clipping позволяет летать сквозь стены. С помощью этой функции можно добраться до скрытых местозрота, например до склепа Каражана. Здесь же можно привязать камеру к NPC или даже игроку. Для этого с нажатой кнопкой Toggle Spectate Mode выбираем цель и нажимаем на Target Relative. Клавишами на клавиатуре W и S можно приближать и отдалять камеру. А зажав правую кнопку мыши и передвигая ее, вы сможете вращать камеру вокруг модели. Да, ребят, если будете снимать подобные сцены, не забывайте снять торгет с цели, чтобы в кадре не было имени NPC. С кладкой Target Free честно я не понял как работать. Соседний столбик функция камеры отвязывает камеру от вашего персонажа, выборочно или по всем осям. Притом вы можете двигаться и снимать себя со стороны. Еще правее находятся настройки зума, однако в своих роликах я использую лишь эффект отдаления камеры, так как применения другим функциям я пока что не нашел. Во вкладке Custom вы можете полностью очистить мир. К примеру, если убрать воду, деревья, постройки, а также найти подходящие настройки неба и атмосферы, которые меняются во вкладках правее, из Элвинского леса можно сделать самый настоящий древний Азрод, когда этим миром правили древние боги. Здесь же можно поменять время суток, нажав на кнопку Set Time. Как вы, наверное, догадались, вот это огромное число отвечает за привязку реального времени к игровому. Если, к примеру, вместо нуля вы поставите единичку, то ускорите ход времени примерно в два раза. Далее идет вкладка, где в ручном режиме можно поменять освещение, но почему-то эта функция здесь не работает, в отличие от FreeFarsight. Возможно, конечно, я что-то делаю не так. Чуть ниже можно менять дистанцию прорисовки, но будьте внимательны, меняйте число постепенно, прибавляя примерно по 500. В противном случае может появиться ошибка и вовс закроется. Предназначение же второй вкладки Env для меня осталось загадкой. А сейчас будет самое интересное. Waypoints позволяет вам плавно передвигать камеру, как в каст-сценах самих Blizzard. Сейчас вы будете долго смеяться, но все это время я ей не пользовался, по причине того, что забыл про данную функцию. Ранее, когда я пользовался Fraps'ом, Bandicam'ом и тестировал другие программы по захвату видео, данная функция дико жирала FPS, и я был вынужден отказаться от ее использования. А когда я стал производить захват видео GeForce Experience, попросту забыл про эту вкладку и вспомнил лишь сейчас. Итак, нажимаем кнопку ADD Current, затем в игре перемещаемся на небольшое расстояние, добавляем еще одну точку и опять перемещаемся, и так далее. Затем жмем Play и смотрим, что получилось. В общем, поиграйтесь, тут можно снять действительно очень динамичные сцены. Во вкладке Shader можно поменять визуализацию экрана, а в Slow-Mo замедлить движение вашего персонажа. Правда, данная функция мне еще ни разу не пригодилась. Вот такая интересная программа. Очень жду подобного на Legion. Если узнаете какую-либо информацию, обязательно пишите под видео, или присылайте личным сообщением мне в ВК. Так, добавлю, что машине Matul на 3.3.5 аналогична в управлении, так что не обязательно снимать на клиенте каты. Пожалуй, здесь мы закончили, и теперь пришло время поговорить о замечательном аддоне, который значительно помогает мне в съемках интересных сцен. Ни для кого не секрет, что с выходом Legion'а WoW обогатился функцией экшн-камера, и почти сразу на WoW Curse под нее появился аддон. Итак, что же он делает и как его настраивать? Вначале вы должны, так скажем, активировать его, вот этими двумя кнопками, затем перейти во вкладку Situation и выбрать ситуацию из предложенного списка. Но обязательно нужно выбрать ту локацию, в которой вы находитесь. То есть, если вы в городе, выбираем City. Если, как я сейчас в открытом мире, то World. Вкладка Rotate дает возможность выставлять скорость вращения камеры, что является очень полезной функцией. Остальные настройки в моем ремесле не пригодились, так как в основном дополняют саму экшн-камеру. Однако, если вам интересно, поэкспериментируйте. Возможно, вы найдете полезную настройку, которую можно будет использовать при съемках. Далее, немного фишек, как качественно произвести захват видео с земли или на маунте. Впрочем, и фишками-то это назвать нельзя. Главное правило — удерживать камеру статично и не терять FPS при съемке. Остальное уже дело творчества. К примеру, на FlyMount можно запечатлеть такую вот сцену. Приближаем камеру, зажимаем правую кнопку мыши и кнопки S и D на клавиатуре, и мы видим плавное перемещение. Аналогично можно полететь и влево. Если нажать S и пробел, то мы начнем спокойно отдаляться. Нужно лишь выбрать ракурс мышкой, который вы сочтете нужным. К примеру, таким образом можно снять вид сверху. Просто включите свою фантазию. Также я придумал метод, как медленно приближать камеру. Для этого разверните маунта с задом к той области, которую будете снимать. Выставите камеру лицом к персонажу и нажмите S. Таким образом можно снимать некоторые сцены, которые требуют приближения. Ну а съемки на земле вообще не должны вызывать вопросов. Просто медленно ходим в стелси и снимаем. Вот так я баловался, когда еще не знал про ВОК Машини Мату и FreeFarsight. Ну и напоследок, как и обещал, немного урока Машинимы. Из прошлого видео вы поняли принцип ее создания. Теперь же давайте немного усложним задачу и вместо статичной сцены сделаем более интересную. Предположим, что нам нужно, чтобы наша модель перешла из точки А в точку Б, притом сохранив физику и геометрию. На самом деле, если вы разбираетесь в Sony Vegas, сделать такую анимацию станет для вас пару пустяков. Во вкладке панорамирования вам нужно задать первоначальную точку и конечную точку, куда прибудет наша модель в течение определенного времени. На конечной точке вы должны уменьшить модель, чтобы создать образ отдаления персонажа. Затем проследите, чтобы скорость движения модели была пропорциональна времени между точками А и Б. Если проигнорировать данное правило, то вы заметите, как ваша модель просто плывет по фону, а не реалистично передвигается. Для того, чтобы приблизительно сопоставить время и скорость, наведите курсор на конец видеодорожки. Затем зажмите Ctrl и левую кнопку мыши и передвигайте ее. Таким образом, можно ускорить или замедлить данный кусок видео и тем самым подобрать необходимую скорость передвижения. Думаю, на сегодня уроков хватит, так как создание других машин и сцен, которые вы могли наблюдать в моих роликах, требуют изучения самого Sony Vegas и заслуживают отдельного видео. Так или иначе, если вы будете присылать мне на мейл подобные сцены, я буду очень благодарен и обязательно использую их в дальнейших роликах. Удачи, друзья!